Всем привет, с вами R-Programs и в этом видео мы рассмотрим два таких виджета, как Icon и IconButton. Начнем мы с Icon. Icon предназначен для того, чтобы подключать иконки в проекте на Flutter. Давайте запишем его. Начнем с свойства Icon, которые принимают в качестве значения IconData. Давайте зададим иконку, сохраним. И как видим, наша иконка отобразилась. Следующее свойство Size. Давайте зададим 80. Size указывает размер иконки. Следующее свойство Color. Которое указывает цвет иконки. Также Icon имеет такое свойство, как Key. Туда передается ключ виджета. В Semantic Label указывается семантическая метка иконки и в пользовательском интерфейсе ничего не отображается. И последнее свойство это Text Direction. Используется для рендеринга значка. Также я хотел бы рассказать, как подключить иконку, используя Unit Code. Для этого необходимо подключить шрифты, которые мы будем использовать в качестве иконок в нашем проекте. В предыдущих уроках я уже рассказывал, как это делается. Поэтому мне остается лишь записать Unit Code и подключить в иконке необходимый шрифт. Давайте запишем IconData. Подберем на сайте фонд ISM необходимую иконку. Так, давайте возьмем вот эту. Скопируем ее. Далее запишем IconData, зададим фонд Фэмили и укажем необходимый шрифт. Давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. У нас отобразилась вот такая вот иконка. Можно указать побольше размер. Далее давайте рассмотрим такой виджет, как IconButton. Что же такое виджет IconButton? IconButton работает так же, как и обычная кнопка, но с иконкой внутри. IconButton можно использовать, импортировав package Flutter Material Dart. Давайте запишем данный виджет. Зададим иконку. Начнем с такого свойства, как IconSize. Используется для указания размера иконки, значение которого по умолчанию равно 24. Давайте запишем. IconSize, допустим, 120. Далее, Visual Density определяет, насколько компактным будет макет кнопки иконки. Следующее свойство, Padding. Используется для указания пространства внутри границы и вокруг содержимого иконки. Давайте зададим Padding. Допустим, 20. Следующее свойство, Alignment. Определяет расположение иконки внутри IconButton. Далее, Splash Radius. Определяет радиус вспышки окружающей IconButton, когда вы нажимаете на IconButton. Значение по умолчанию 35. Давайте поменяем данный параметр. И укажем 50. И как видим, наш Splash Radius поменялся. Давайте зададим 80. И мы видим с вами изменения. Следующее свойство, Color. Указывает цвет иконки внутри IconButton. Сохраняем. И как видим, наша иконка окрасилась в другой цвет. Следующее свойство, Focus Color. Задает цвет иконки, кнопки, когда она находится в фокусе ввода. Далее, Hover Color. Задает цвет иконки, кнопки при наведении на нее указателя. Далее, Highlight Color. Указывает вторичный цвет вспышки окружающей точку, в которую вы нажимаете на IconButton. Давайте зададим данное свойство. И как видим, у нас появился вот такой вот красный. Красная вспышка. Следующее свойство, Splash Color. Указывает основной цвет вспышки окружающей точку, в которой вы нажимаете на IconButton. Давайте зададим. Splash Color. И, допустим, давайте зеленый. Так, для начала давайте вот это закомментируем. Так, не туда. И вот такой вот у нас эффект. Появился в зеленом цвете. Если я Highlight Color раскомментирую, то мы сможем с вами заметить, что они практически срабатывают одновременно. Highlight Color и Splash Color. Хотя Splash Color является основным. Следующее свойство, Disabled Color. Указывает цвет иконки внутри IconButton, когда IconButton отключен. IconButton будет отключен, если он pressed имеет значение null или undefined. Давайте запишем null. И зададим свойство Disabled Color. И, как видим, цвет нашей иконки изменился. OnPressed. Это callback функция, которая будет вызвана, когда вы нажмете на IconButton. Для более наглядного примера давайте запишем. Такой виджет, как текст. И передадим в него counter. Также давайте текст обернем в контейнер. И заводим контейнеру Margin. Так, укажем. FontSize 25. Можно побольше. Так, и в метод OnPressed мы с вами передадим. Так. Можно даже сделать вот так. И, как видим, наша кнопка срабатывает отлично. Давайте обновим State. Следующее свойство – это MouseCursor. Это курсор указателя мыши, когда он входит или находится над кнопкой. Следующее свойство – FocusNode. Указывает узел фокуса для IconButton. Следующее свойство – это AutoFocus. В случае, если значение True, то этот виджет будет выбран в качестве начального фокуса. Далее, свойство ToolTip. Это текстовое описание кнопки IconButton. Оно появляется, когда вы на нее нажимаете. Давайте зададим ToolTip. И в ToolTip мы запишем «Снежинка». «SnowFlag». И, как видим, когда мы нажимаем на кнопку, у нас появляется вот такое вот текстовое оповещение. Следующее свойство – EnableFeedback. Данное свойство позволяет производить звук щелчка, а долгое нажатие вызовет короткую вибрацию на устройстве. Так, давайте зададим EnableFeedback. Допустим, сделаем False. И, как видим, у нас ничего не меняется. Если мы укажем True, у нас появляется звук. И последнее свойство – это Constraints. указывает необязательное ограничение размера для кнопки. На этом уроке у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих уроках. Всем пока!